Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера Александра Никитина. Судьба единственного сына, развод с популярной красавицей-актрисой и как выглядит третья супруга Александра Никитина. Стать, харизма, эпатажность – все это присуще талантливому актеру Александру Никитину. Поклонники считают, что он избалован женским вниманием. А уж с какими партнершами доводилось ему сниматься – это отдельный разговор. Сплошь очаровательные красавицы. И практически с каждой ему, конечно же, приписывали романы. Сейчас Александр находится на пике своей популярности. В его кинокопилке достаточно много рейтинговых проектов. Он незабываемо передает эмоции, настроения своих героев, надменная наглость в ленте «Первая любовь», ярость в сериале «Чистая психология», растерянность от непонимания в фильме «Только любовь». Александр появился на свет в ноябре 1971 года в небольшом городке Скрунда. Это западная часть Латвии. Семья весьма часто меняла места жительства, так как отец был военнослужащим. В начале 80-х семья Никитиных переехала на Украину. Об карьере актера парень не мечтал. Он хотел пойти по стопам отца. Немного позже увлекся журналистикой. Однако в старших классах принял решение поступать в Харьковский государственный институт искусств имени Котляревского. Успешно пройдя все туры, он попал в мастерскую Тягниенко. После окончания учебного заведения служил в Харьковском драм-театре имени Пушкина. Также выходил на сцену Донецкого музыкально-драматического театра имени Артема. Сотрудничал с Киевским театром русской драмы имени Леси Украинки. В разные годы он участвовал во многих постановках. Дебют в кино состоялся в социальной драме «Если я не вернусь». Далее Никитина утвердили на ведущую роль Овода в одноименной картине. А узнаваемость он ощутил после выхода на экраны исторической ленты «Дьявол из Орли». Интересной была роль в легком юморном сериале «Осенний детектив». Популярность принесли рейтинговые проекты, такие как «Только любовь», «Сокрытая школа», «Прокурорская проверка», «Ефросиня», «Картина любовь», «Лесник», «Ангел или демон», «Дело чести», «Между нами девочками», «Мелодрама жемчуга», «Детектив преступления», «Картина березка», «Лента неизвестной». Из последних работ хочется отметить мелодраму «Возвращение», «Детектив новый сосед», «Детектив свадебные хлопоты», «Криминалистика пленница», «Драма теорема Пифагора», «Мелодрама я заберу твою семью». На данный момент он находится в производстве «Приключенческая картина», «Дайвер», «Драма Маргарита», «Детектив неженское дело», «Лента приставы». Всего же в творческой биографии этого фактурного актера уже более сотни разножанровых картин. Личная жизнь. На заре своей карьеры Александр связал себя узами брака, но о том времени он предпочитает не говорить. Избранница родила актеру сына Илью, сейчас парню 24 года. Он совершенно не публичный человек, связывать свою судьбу с лицедейством пока не планирует. Второй раз он женился на очаровательной актрисе Надежде Бахтиной, полюбившейся зрителям в популярном сериале «Кармелита». Звездная пара познакомилась в 2005 году на съемках картины. Конфетно-букетный период длился пару лет. Сначала Александр и Надежда сыграли экранную свадьбу, а потом настоящую. На вопросы журналистов о детях пара отвечала без колебаний, надеется, что в их доме скоро зазвучит смех ребятишек. К сожалению, в 2012 году стало известно, что супруги подали на развод. О причинах, повлекших за собой столь серьезное решение, неизвестно. Но есть у многих мнение, что доверие пары пошатнула Екатерина Тришина. С ней Никитин принимал участие в телешоу «Танцуй для тебя» и проводил с ним много времени. После расставания актер замкнулся, полностью ушел в работу. Тем не менее, скрытый образ жизни завидного жениха беспокоил его фанатов и общественность. Наверное, поэтому периодически в СМИ появлялись статьи, кстати, неподтвержденные, о его романах со знаменитыми партнершами Юлией Меньшовой, Анастасией Заворотнюк, Мария Куликовой и многими другими. Разменяв пятый десяток, Александр Геннадьевич опять влюбился. Правда, старался как можно дольше не афишировать эти отношения. Прятал свое счастье от посторонних глаз. Почитатели же не унимались и выяснили, что третью супругу харизматичного актера зовут Ирина. Она дочь оперного певца Ивана Пономаренко, выходца из Украины. Девушка также принадлежит к миру искусства, снялась в картине «Король Данила». Пока это ее единственная работа. Однако у очаровательной красавицы есть все шансы сделать довольно успешную карьеру в кино. Знаменитая пара обожает путешествовать, находить экзотические места, интересуется культурой других народов. Никитин увлекается дайвингом, неоднократно прыгал с парашютом, покорял горные вершины. Он относится к той категории мужчин, которые с возрастом становятся лучше, брутальные, притягательные и харизматичные. В общем, настоящий орел. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А мне хочется пожелать Александру Никитину счастья в личной жизни, успехов в творчестве, новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова